В Люберцах состоялась очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. На этот раз она прошла на северной стороне города, в здании новой школы на улице Урицкого. Какие вопросы и проблемы подняли жители округа, расскажем в следующем сюжете. На встречу с представителями администрации пришла семья героя Советского Союза Евгения Ларюшина. Сын заслуженного летчика-испытателя обратился с просьбой присвоить школе номер 26 имя своего отца. До объединения учреждений образования такое название 37 лет носила 11-я школа. Сегодня годовщина гибели его, так что очень символично, что администрация одобрила это присвоение имени и обещала полное содействие. Также жители округа затронули тему обустройства парковок. В частности, в дополнительных машиноместах нуждается территория у Новолюберецкого кладбища. А там вот сзади какой пустырь? Вот нельзя там сделать парковку? Или это какая-то частная территория? Вы имеете в виду слева, где уже рынок? Ну да, там за этими запалатками. Там частная территория, но мы в любом случае сейчас посмотрим и рассмотрим вопрос устройства дополнительной парковки, может быть даже с другого конца. Задать вопрос на подобных встречах можно как профильным заместителям главы, так и представителям депутатского корпуса. С народными избранниками жители Люберец обсудили предстоящие субботники. Есть у нас такой дворик очень позитивный. Шелеково 1,26, 8 марта, 8 марта, 28. Один из старших поддомов, Кирилл, он активный очень молодой человек и занялся вопросом установки шагбаумов. Этот процесс исполнил. Сейчас у них имеются иные планы по благоустройству территории прилегающей. И мы этими вопросами занимаемся. Ну, молодцы, жители на месте не сидят, двигаются вперед. Главная цель выездной администрации – выслушать вопрос и найти решение здесь и сейчас. Тематика обращений может быть самой разной. Представители любой сферы на месте. Топит гаражи КСК, которые люди, завод имени Камова еще в свое время строил. И сейчас их под весенним таянием снегов и вода скатывается к ним. И нам сейчас надо, конечно, помочь. Люди уже такого пожилого возраста, им надо помочь, чтобы отвезти воду, и все-таки их имущество сохранялось. Общение с жителями в таком формате проходит на территории округа два раза в месяц. Узнать о предстоящих встречах можно на сайте администрации, а также в соцсетях главы Люберец. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.